всем привет меня зовут виктория я доверить вас на моем канале сегодня покажу вам обзорчик на новый наборчик который мне пришел недавно это новинка от фирмы картины бисером они как его только выпустил анонсировали я сразу же влюбилась с него с первого взгляда и мысли срочно его при обессе не покидала меня очень долго ну как очень долго все это время пока я его не приобрела сейчас я достану наборчик из шуршающей упаковочки и покажу вам это вот такой набор икона божьей матери призри на смирение это у них новиночка набор вышел совсем недавно я увидела на их официальной страничке в instagram видео и не смогла пройти мимо этого наборчика потому что меня просто заворожил невероятной красоты здесь материалы здесь на превью и приблизительно не придает то что будет в готовом варианте даже видео которое в группе а у них хотя там и очень но красиво конечно я уверена что в живую будет намного намного красивее так номер набора здесь p392 размер готовой работы обещают нам 26 половиной на 36 сантиметров и будем открывать смотреть что же там у нас внутри первая это конечно же заготовка сама здесь у нас имеется две иголочки как раз такие как я люблю длинненькие классные наверно десятый номер скорее всего ну и сама заготовка заготовка очень хорошего качества и и хоть это габардин обычно это знаете такая матовая ткань она не блестящая но вот вечером под искусственным освещением я заметила что эта ткань немножко так поблескивает понятно там нету никаких таких вот ниточек люрекса или еще что-то но именно это свойство самой ткани под искусственным освещением на немножко переливается тоже поблескивает мне это очень понравилось я кстати раньше не замечала этого надо присмотреться к своим иконам которые я уже вышивал от этой фирмы ну вот такой маленький нюанс здесь используется рубка бусины и пайетки камни пришивные так что и соответственно бисер в новых наборах раньше вот старых наборов в тех которых я вышивала у них было так что для пришивания рубки были вот такие вот сплошные линии как и здесь в нем беда и это было не очень удобно что ты не знаешь сколько места нужно отступать те следующую 10 разную иголочку выводить теперь же у них вот они изменили заготовку вот здесь на одеянии видите есть уже конкретные места для пришивания рубки это будет намного удобнее конечно вот здесь придется вышла также как старый методом методом проб и подбирание следующего элемента но здесь будет намного-много легче вышивать я очень боялась рубки так как мне не особо приятно и вышивать но когда увидела что у них изменила заготовка я этому очень и очень обрадовалась также я всегда когда покупаю икон я никогда не обращаю внимание на размеры заявленные когда открыла набор немножко была уделена размером такая знаете внушительные размеры все местные рукой на у меня тоже не маленькая я бы сказала вот такая приличных средних размеров икона даже можно нести уже более большим так дальше дальше у нас тут материалы нас тут идет две планшетки с материалами на верхней части мы видим здесь идет в основном рубка вот и так ведь ее довольно таки много и вот эта рубка беленькая немножко что-то отличается вот от этих ну понятно что здесь они идут с прокрашенной серебряной серединкой но именно от это беленькая она как-то выглядит совсем по-другому такое чувство что видите здесь как будто просто как ножом порезали знаете вот эти был такой длинный на 1 стеклярус его потом порубили на палочка а тут такое чувство как будто вы его вот каждую еще запаяли с каждой стороны надеюсь вы понимаете о чем я говорю но все же это и это этот чешская рубка потому что вот на рубка от фирме мюки там у них идут каждая ну этот кусочек почти одинакового размера и кончики обработаны тут же ну вот так вот я думаю тех кто работал с рубкой понимает о чем я говорю что они все разного размера есть совсем маленькие есть побольше и средние так что придется выбирать вот так вот такие вот 8 9 цветов рубки еще такая вот красивая сатиновая рубка так дальше мы видим бусинки вот такие вот белые жемчужные бусиночки маленького размера наверно 3 или 2 миллиметра ну скорее всего 2 миллиметра коричневые такие тоже такой красивый цвет мне очень понравились синенькие такие бусиночки конечно идет учатся одна какая-то побольше размерами 2 поменьше но я нашла на заготовке только места пришивания для двух таких бусиночек третий наверно запасная идет ну и хорошо что только 2 надо не 3 пишет потому что не разного размера дальше идут вот такие несмотря на хрустальные бусинки идут пайетка и микро бисер для их пришивания все за не будут пришиваться вместе снизу поездка потом бусинка и сверху микро бисерин очка для пришивания пайетки вот такие знаете я когда открыла набор была очень удивлена поначалу даже расстроилась потому что сейчас покажу вам как видите на фото на превью и на видео когда я смотрела в группе вот эти пайетки пришиваются здесь как видите здесь я была просто уверена на сто процентов что здесь пришиваются розовые пайетки и представляете мое удивление когда я открываю набор и вижу бирюзовые пайетки я же конечно как всегда заподозрила неладные связалась с компанией производителем задала им вопрос ошибка ли у меня это в комплектации или же объясните как так потому что по фото по видео и по превью тут четко видно что здесь розовая пайетка но меня заверили что у меня все наборе правильно что здесь должны быть такие бирюзовые пайетки что они полупрозрачные так кстати так и есть если взять отдельно одну пайетку то она не такая уж и бирюзовая как если они лежат вот вместе по ключу они пришиваются розовым и красным бисером в разных местах там они используются и плюс вот здесь есть посмотреть на подложку то она идет такой вот над не сказал что розового но фиолетового цвета и а меня заверили что в сочетании этих материалов подложка пайетка и красный или розовый бисер пайетка будет смотреться как розовая ну чтож практика покажет посмотрим что и как она будет как будет получаться но я вот знаете до сих пор немного в сомнениях пребываю по этому поводу но посмотрим как будет если мне не будут устроить устраивать результат конечно же замените пайетки на розовый думаю такие пайетки совершенно не проблема так дальше дальше у нас бисера в такой прозрачные стекло идет желтенький такой медового цвета классно так блестит на солнышке а дальше дальше идет вот такой бисер золотой мне все же кажется что это бисер тоха меня от есть но немножко другом цвете но по виду вот они очень схожи я очень надеюсь что это бисер тоха они чешские потому что чешский облазит со страшной силой ему просто прикасаться невозможно и плюс со временем он просто чернеет и теряет вообще свою позолоту с бисером только я такого не замечала плюс я уже вышивала несколько работают от картин бисером они меня уже некоторым больше года с бисером ничего не происходит плюс при пришивании его тоже он не затирается поэтому все же мне кажется что это бисер тоха так дальше у нас вот такая такие два цвета бисера это идут два таких вот золотых стандартных чешских бисером они используются в многих иконах а и дальше дальше такой вот уже можно сказать позолоченый за зеленым цветом то есть такого же сама вида только зеленого цвета тоже мне кажется что это идет бисер тоха ну хотя насчет этого я не уверена потому что если смотреть на золотой он весь равномерно прокрашене низких огрехов то вот на здесь на зеленом уже видно затертые уголки царапинки не знаю будет ли вам видно вот видите темные точечки вот темная точечка вот здесь темная точечка это уже вот здесь темная точка это уже так сказать начался процесс облизания вот весь бисер черных тут сейчас вот видите черные точечки везде вот 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 черные точечки да так надо будет думать что делать что делать с этим бисером интересно где он пришивается посмотреть потом разберемся дальше вот такой вот красивый бисер бирюзовый мне очень нравится этот цвет я недавно использовала его в императрице у меня недавно выходило видео о готовой работе кому интересно можете зайти посмотреть очень классно смотрится на работе очень люблю этот цвет так и дальше вторая планшетка тут вот у нас тоже зеленый бисерс смотрите какой пухленький пакетик очень много его будет использоваться тоже очень красивый цвет очень его люблю он на камере кажется почти черным но в жизни когда солнышко впадает вот так классно мерцает переливается насыщенным глубоким зеленым цветом очень классно вот розовый красный бисерк раз этими бисеринками будут пришиваться пайетки посмотрим дадут ли они свой эффект тот который виден на фото и на видео на все таки вот понемножко синего бисером глубинь кого вот еще идут золотые тут оранжевый и вот такой зеленый тоже очень красивый цвет такой насыщенный глубокий дан на видео себе сереньки почему-то повернулись отверстиями вверх не очень видно на самом деле очень-очень красивый такой зеленый синий очень классный цвет такие последний цвет это вот такой вот жемчужный он не белый такого больше молочного цвета тоже очень красивый мне понравился понравился бисер который тут подобран очень такие красивые цвета вместе не будет сочетаться очень-очень классно но единственно этот конечно бисерин немножко под расстроил уже скорее всего надо будет или заменять или же стараться выбирать получше бисеринки но не знаю как как быть еще подумаю посмотрю сколько это много используется или нет покажу вам саму схему схема как обычно простая внизу ключ и немножко идет здесь вот рамочка естественно снизу дальше на первая схема не нужно потому что это же рамочка будет такая же снизу плюс тут тоже можно все посмотреть что надо снизу там же все повторяться будет также сверху тут все все прорисовано все понятно и немножко идет описание тоже все стандартные вот еще разъясняется к пайетке какой бисеринка где пришивать для такое обозначение идет пайетка и светло-розовая бусинка вот пайетка светло-розовая бусинка это означает что нужно 14 пайетку пришить 22 бусинкой то есть вот эту пайетку 14 пришить вот таким вот розовым бисером также есть еще четырнадцатую пайетку надо пишет 23 бусинкой бисерин очка и тут также еще разъясняется как я говорила об этом пакетике где идет сначала пайетка большая бусина и маленькая досериночка все найдет в одном пакетике для нашего удобства что тут больше ничего нету такого интересного посмотреть я уже вышила вот эту икону эту мне очень нравится еще вот данная икона тоже когда-то ее обязательно вы ищем и я еще засматривалась на эту икону но тут так много вышивки рубкой и это старая разработка поэтому там наверное будет не вот такая схема как новых разработках а вот такая и это я скажу вам вышивается не так легко как хотелось бы поэтому я еще в раздумьях над тем хочу ли вышивать эту икону когда я конечно хотела бы и вышивать но я боюсь этого огромного количества рубки и еще вот это икона тоже мне очень нравится но она такого большого формата тоже еще думаю над этим буду ли вышивать или нет это икона тоже неплохая то есть не то что неплохая очень красивая но тот тоже почти полностью все вышивается здесь рубкой только вот оклад вышивается бисером и и тут немножко бисером и бусинку все остальное вышивается рубка тоже надо я еще в раздумьях но конечно хотелось бы не вышивать очень очень много наборов от этой фирмы потому что у них потрясающие разработки они яркие красивые сочные мне я просто большом восторге вот данных икон то не только от икон у них и обычные картины бисером просто тоже очень красивые поэтому я как только выходит их не новиночки мне сразу же хочется братья и вышивать сразу же потому что вот недавно я снимала видео о текущих процессах и в конце немножко рассказала свои планы как говорится хочешь на спешить бога расскажи о своих планах я показал что хочу начать икону от морички и думала что буквально как вот закончу свой текущий процесс сразу не приступлю но тут случилось как всегда неожиданно купила я вот этот наборчик и все планы пошли в тара тарары и теперь буду вышивать данную икону но после этой потом постараюсь начать икона матроны морички потому что она мне тоже очень давно нравится и хочется ее вышивать но эту я икону просто не могу надолго откладывать мне надо прямо здесь и сейчас начинать я но я пока что сдерживаюсь хочу дошить свой текущий процесс хрюшку от лансвит и буду приступать к этой там и не осталось даже и бэкстич и вот работа готова поэтому надеюсь не затянется мне это на еле справлюсь за пару дней хотя там бэкстич очень несчетный то есть не то что очень совсем несчетный там очень тяжело вышивается но причем совсем справимся и буду шивать меня просили снять видео как я вышиваю рубкой я обязательно сниму такое видео конечно же вот здесь мне кажется показывать как я вышиваю рубкой нет никакого смысла потому что здесь мне кажется и то что ни разу не вышивал поймет как вышивать просто берешь вот по очереди и даже места для пришивания показывают буду показывать на вот таком месте на нимбе здесь где-то сплошная линия как я вышиваю или вот здесь в рамочке вот тут еще вот чтобы было было понятно и наглядно как я вышиваю рубкой потому что знаю что у тех кто ни разу не вышивал возникают большие вопросы как ее вышивать я сама с этим столкнулась когда вышел вышивала первую икону от картин бисером там тоже большая была зашивка рубкой и все съем было вот таких полосочках не было таких месту для пришивания вот я правда не смотрела видео как-то сама методом проб и ошибок и распускала и перешивала но как-то у меня получилось найти для себя какой-то способ правда да это было очень давно уже больше года назад но я думаю руки все помнят поэтому все у нас получится поэтому как только я начну вышивать эту икону дойду до этого места начинаю вышивать сюда сверху естественно выше и сначала под рамочек на пену вот так она и потом приступлю к ним был сюда больше наверно главной бог потом ним и буду снимать такое видео так что а кому интересно подписывайтесь на мой канал и вскоре будет такое видео надеюсь для вас она будет полезным надеюсь вам также понравилась эта икона таким не кому интересно можете зайти в instagram я оставлю ссылочку на группу этой фирмы картины бисером там есть видео уже готовой вышитой такой иконы потрясающе она просто невероятно я не знаю как еще писать это мне кажется она многих любит себя с первого взгляда что заходите смотрите и наслаждайтесь красотой что ж благодарю всех кто досмотрел до конца ставьте лайки вам понравилось мои видео подписывайтесь на мой канал буду рада всем желаю вам всем всего самого-самого хорошего и жду вас в следующих моих видео всем пока пока